И все, привет, ребят, с мистер Вайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. С сегодняшнего дня мы начинаем обзор устройств из нового ивента Цветения Сакуры. Если вы ждали подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игровой аккаунтики, сегодня тема личный так-тактимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и запланировайте форму, которая есть в описании. Сегодня мы начнем наш обзор и тест устройств с устройства на молот, которое у нас открывается на 20 уровне. Это устройство крупнокалиберная картечь, когда-то давным-давно, вроде, если я не ошибаюсь, это устройство было у нас в танкофонде, а может быть в каком-то другом ивенте, да, но в любом случае на основном аккаунте у меня это устройство есть, и сегодня мы его вместе с вами протестируем. Что касаемо команды, вчера меня тоже спрашивали, в какую команду я попал, вот попал я в какие-то лисы-ронины. Поэтому, если что, для кого эта информация была ценна и интересна, то теперь вы мою команду знаете. Так, ну и мы вместе с вами берем дефолтный, мой любимый, викингомолот. Что касаемо крупнокалиберной картечи, то если открыть википедию, то информацию на следующий урон у этого устройства на 70% больше с выстрелом. Перезарядка между выстрелами плюс 80% и перезарядка, в принципе, плюс 70%. То есть, перезарядка довольно долгая, но при этом урон у этого устройства должен быть большой. То есть, вы должны накидывать очень вкусные тычечки. Будет это работать хорошо или не будет работать хорошо? Сейчас мы все это дело проверим, учитывая тот факт, что у нас молот с перезарядкой своей обновлялся, да, то есть, перезарядка стала быстрее, то, быть может, быть может, сейчас будет лютый контентик и это устройство будет показывать очень и очень хорошие цифры и прибыль. Так, запикивает меня на Джаггера на бойню. Не сказать, что это лучший режим и лучшая карта для реализации такого вооружения. Но давайте сыграем. Посмотрим заодно, как против Джаггера будет показывать себя это устройство, насколько оно будет актуально, насколько оно будет интересно работать. Ну и посмотрим, что здесь вообще по урону. 1200 у меня с первой тычки, перезарядка. Ну такая, да, неприятненькая перезарядка, если честно, неприятненькая. 1100 урона с выстрела. В принципе, неплохо. В принципе, пойдет. Так, Мурадыч с нами в каточке. Здороваемся с Мурадычем. Мурадычу приветствие в видеоролике, если смотришь видос тоже. Так, ну и пробуем накидывать, пробуем смотреть. Будем пушить еще и Джаггера. Будем стараться наносить уроны по Джаггернауту. Ну и посмотрим, что у нас из этого всего здесь по итогу боя выйдет. Пока уже 2 кила есть, оверка дроповая начинает падать. Попробуем сыграть сразу под этот овердрайв. И потом попытаемся реализовать его сразу на прожатие. Посмотрим, что из этого выйдет. Получится у нас его реализовать, не получится. Джаггера я уже вижу где. Попытаемся сейчас выпушить. Под агрессию сыграем. Здесь какие-то викингов резы бы, но урон хороший, если честно. В моментике урон неплохой. Залетает Джаггер под меня особо вкусненько так не убегает. Быстро его сливаем. Урон стычки по 1300, по 1400. По Джаггернауту. Я считаю, что это шикарнейшие цифры. Шикарнейшие цифры по урону. Да и с овердрайвом уже раскручивается это устройство значительно-значительно интереснее. Две сто по бездашному танку у нас залетает с одного выстрела по Джаггеру. Две с половиной тысячи урона. Урон хороший. Урон реально хороший. Перезарядка в принципе такая молота, что с ней можно играть. С ней реально можно играть. А если бы это устройство под старого Джаггернаута, под старый кризис, то как будто бы может быть вообще суперсильно. Как будто бы могло бы быть вообще суперсильно. Но в принципе и так выглядит неплохо пока что. Я даже немножко удивлен. Потому что я на таких устройствах вообще в принципе не играю. Но пока что устройство себя показывает довольно-таки интересно. По две с половиной тысячи урона. Еще учитывая тот факт, что здесь особо у противника нет резистов. От молота залетает. Вообще максимально-максимально приятно. То есть это ваншот легкого танка без ДАшки. И две с половиной тысячи урона по фулкачке, если вы накидываете. Две тысячи урона здесь. Пробуем сразу и Зиду здесь забрать. Но я, к сожалению, не выживаю. Но чуть-чуть урончика по Джаггернауту наношу. Соответственно дополнительный бонус от килла Джаггера еще получаю. Двенадцать киллов у меня за три минуты боя. То есть под овердрайвом Викинга как будто можно очень жестко раскручивать это устройство. Как будто оно будет работать прям просто превосходно. Поэтому есть интересик. Есть интересик. Особенно если у вас нету никаких таких интересных устройств. То с такого ивента забрать устройство на молот я считаю, что это очень и очень неплохой вариант. Так, нам надо как-то до Джаггернаута доехать. Он стоит довольно в хорошей зоне под меня. Ага, у меня не было овердрайва. Это очень хорошо, потому что я уже нажал на кнопку овердрайва. А у меня еще оставалось 2%. Сохранил я еще овердрайв, получается, под следующего Джаггера. Главное сейчас быстро не улететь на респ. Две тысячи урона даже с расстояния закидывает. Но мы тут просто в салатик уносим, я смотрю, противника. Да, перезарядка, конечно, немножко долговатая, если честно. Перезарядка долговатая. Если, например, сравнивать с какой-нибудь штурмовой кассетой, то эта перезарядка будет чувствоваться на дистанции. Но зато и урон хороший залетает. То есть, две с половиной тысячи криты еще вкусненькие есть на добавочку. То есть, в принципе, как будто бы оно того окупает. Да, и именно вот этот вот буст молота последний, он тоже очень неплохо дает плюса за счет того, что перезарядка все-таки становится быстрее, чем она была у нас раньше. Да, и уже такие устройства даже с долгой перезарядкой, они смотрятся неплохо. Они реально смотрятся неплохо. Поэтому радует меня этот моментик. И у нас уже 450 очков. Так, пробуем здесь забрать еще харька. Отлично. Две с половиной тысячи урона просто залетает. То есть, бездэшные легкие танки. Это вообще просто самое вкусное, что есть для такого устройства. Так, тут шат с прицелем. Мне бы его как-то распикать. Либо попробовать просто покидать здесь урон по бойцам. Так, и овердрайв просто чел вжимает в меня оверку. Так, спрашивал Мурадыч про видос. Да, это видос. Неплохо. 17 киллов на такой здоровой карте. А если играть на какой-то маленькой, то как будто можно бы еще лучше результат сделать. При том, что я играю на Гиперионе. То есть, это не бустер, это не кризис. Дополнительного урона я с выстрела не имею. Если иметь дополнительный урон с выстрела, то как будто можно ваншотать средний танк. Средний танк на ваншот. Просто это очень жестко. Как будто бы это очень жестко. Если ты можешь средний танк ваншотнуть. Так, Джаггер просто пушит. Ну, конечно, мы под него сразу вжимаемся. Раз он выпушивает, мы сразу вжимаем под него овердрайв. Под овердрайвом очень круто смотрится это устройство, если честно. То есть, под овердрайвом перезарядка у него становится очень приятная. И с такой перезарядкой уже можно играть. И можно очень плотненького контентика давать. Так, играем дальше. Пробуем забрать здесь еще Викинга. Под Хоппера. Выстрела у меня нету. Пробуем забрать тут оппонента. Наш тиммейт уже сливает еще одного Джаггернаута. 11 Джаггеров мы уже слили. А здесь у нас сейчас ограничения после сегодняшнего обновления. Сколько? 12 или 15? Если 15, то будет приятно. Можно будет еще дополнительные очки позабирать. Но здесь вот такие скрипыши просто жесткие запикались. Я не знаю. Такие лакомные булочки. Их просто так можно сливать по жесткому, по быстренькому. Блин, под минку сыграл. Можно было сейчас еще одного Джаггера забрать, если честно. 23 кила 600 очков. Для бойни. Для бойни я считаю, что это очень хорошие цифры. Для бойни это прям максимально приятные цифры. Учитывая то, что сегодня еще занерфили дополнительное получение очков саппорта с Джаггера. Что вообще выглядит максимально приятно. Да, то есть, ну, с таким... С таким молотом можно работать. Можно работать. Можно наносить большое количество урона. И можно зарабатывать хорошее количество кристаллов и очков за катки. 13 Джаггеров мы уже слили. Ограничения в 15 у нас. Как было, так и осталось в Джаггернауте. Так, ну и наша задача по-хорошему бы сейчас еще одного Джаггера зацепить бы как-то. Чтобы он немножко пожил. И потом мы овердрайв бы реализовали. Но Джаггеры просто лопаются. Джаггеры просто лопаются. 1000 урона. Еще 2,5 в голову. Ну и Джаггера просто сливает молниеносно. 14 Джаггеров уже на респе. Ну и я думаю, что пока я доеду, 15-го уже тоже сольют. То, что у нас что-то какие-то очень жесткие тиммейты попались, а противник наоборот. Какой-то супер-супер слабенький. Кстати, падает оверка дроповая. Можно попробовать сыграть под нее. Может быть, мы ее заберем. Ну ладно, пусть Мурадыч забирает. Будет брать? Тогда ладно. Тогда заберем. Заберем, не будем оставлять под тиммейтом, у которого точно качка хуже. Так, ну и я не вижу... А, Джаггернаут просто запушил, я понял. Я думал, что Джаггер где-то около базы, а он, оказывается, запушил под нашего Джаггернаута. Ну и по итогу 700 очков, 23 килла с досрочкой. Неплохо, неплохо. Я думаю, что это устройство будет послабее, чем штурмовая кассета, либо устройство на дальность. Но если учитывать тот факт, что есть ребята, у которых этих устройств нету, то как альтернативный и хороший вариант, это устройство может работать и может показывать очень и очень неплохие результаты. То есть, если вы возьмете, может быть, еще сверху бустера, то, может быть, даже будет ваншот среднего танка. А ваншот среднего танка, это даже с имеющимися штурмовыми с кассетами и устройством на дальность, будет хорошим вариантом для нагибчика. Пишите, что вы думаете по поводу крупнокалиберной картечи. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось, и подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!